Сегодня мой самый любимый формат, девчонки, я знаю, вы его тоже любите. Если хотите, можем попробовать поэкспериментировать, если у вас есть... Слышали про такое, нет? Мы чуть-чуть выходим из черного, оставляем его только акцентами небольшими. Это просто бомба. И если я вас буду как себя наряжать, это будет странно, как минимум. И мне это очень идет, я бы никогда сама не додумалась это надеть, мне нравится. А как вы думаете, леопард это, наверное, на мне будет слишком too much, это слишком будет, да? Сегодня мой самый любимый формат, девчонки, я знаю, вы его тоже любите. Когда я брожу по магазинчикам и буквально выцепаю оттуда людей и переодеваю в своем магазине. Мне нравится этот процесс, мне нравится, когда я сталкиваюсь с некоторым сопротивлением и скепсисом, а потом мы видим вау-эффект. Надеюсь, что мне сегодня повезет и попадется какая-нибудь роскошная женщина. Или не очень роскошная, но я ее такой сделаю. Все, давайте попробуем сегодня подкараулить в районе резеров-то кого-нибудь. Вы часто пишите, Ксюша, ты классно собираешь образы только в своем бренде, это очень дорого. Но я вам докажу сегодня, что за 5000 рублей можно собрать роскошный базовый образ вместе с аксессуарами и даже обувью. Заказ будем делать на мегамаркете. На этом маркетплейсе можно найти практически любые знакомые вам бренды. Я выбрала базовые бежевые джинсы, хлопковый джемпер, аксессуары и обувь, которые бы сама носила каждый день. Кстати, до конца июля на мегамаркете действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами спасибо. И этим кэшбэком можно оплатить до 99% следующей покупки. А по секретному промокоду в тренде вы получаете дополнительную скидку в 1000 рублей при покупке от 4000 рублей. Девчонки, надо успеть воспользоваться таким роскошным предложением и перейти по ссылке на мегамаркет в описании к ролику. Вон девушка, стрижка у нее шикарная. Там еще, кстати, одна женщина, вон идет в примерочную. Девушка, простите, пожалуйста, но мне кажется, немножко вы не то собираете, потому что это не совсем подходит к вашему образу, к вашей стрижке. Хотите, я вам что-то порекомендую. Здесь помощник? Нет, я не помощник, я стилист, у меня свой магазин. Просто я вижу, что это не то, что вам подойдет. Ну, правда, я знаю, это как бы необычно какая-то тетка к вам подошла в торговом центре. Вот джинсы вам идеально подходят, а вот эта история, ну, чуть-чуть не про вас. У вас более стронг должен быть образ, мне кажется. Вот сумка классная, если хотите, можем попробовать поэкспериментировать, если у вас есть... Нет, нет, шутка. Ну, если у вас есть минут 20 времени, готово, я вам покажу, как вы круто можете выглядеть. Семнадцать. Семнадцать? За семнадцать не обещаю. Давайте за двадцать. Еще я вас кофе угощу, пойдемте. А, и что-нибудь подарю. Кстати, вы не против, если мы снимемся для ютубчика моего? У меня есть ютуб-канал, там полмиллиона подписчиков. Но там все красиво происходит. Давайте так договоримся. Если вам не понравится преображение, я не буду его показывать. Если понравится, то ок, покажем. Хорошо? Да, и вот там нас немножечко снимают. Пойдемте и попробуем поснимать. Вас зовут? Татьяна. Ага, то я не представилась, не спросила, как вас зовут. Меня Ксения зовут. Я посмотрела, у вас очень красивое лицо, модная стрижка, и мне хочется ваш образ дотянуть, потому что вы достаточно просто одеты, даже для офисного стиля, при вашей яркой внешности. Это не офис. Нет? А где вы работаете? Это творческое такое направление. Потом я обязательно все расскажу. Тем более, творческое направление. Давайте так, я покажу, как вы максимально круто можете выглядеть. Может, вы уже так умеете делать? Какой-то раз к стилисту обращались? Нет, что вы, откуда? Только по волосам, видимо, да? Хорошо. Тогда welcome. Вот мой магазин. Слышали про такое? Нет? Краем уха. Краем уха. Ну, давайте погрузимся теперь. Спасибо. На 100%, да? Что мне хотелось бы? Да, кладите сумку. Мне ваша, кстати, очень нравится. Спасибо. Но я бы поменяла курточку. Ну, во-первых, я бы не выбирала куртки уже за... А, нет, она не эта. Тут есть рукав. Чуть-чуть хочется подлиннее рукав. И правильно распределить длины. Смотрите. Вот так видна ваша талия, а вот так не видна. И так как заканчивается прямо здесь, там, где начинается вот это, то, соответственно, акцент мы вот сюда делаем. А нам бы нужно максимально отсюда акцент отвести. Видите, как мы это можем сделать? Поднять повыше вот эту линию и опустить пониже. Смотрите. Вот эту линию, да? Чуть-чуть растяну ваше платье, но я покажу просто. Вот ваша длина. Видите? Соответственно, сразу... Таки, да? Таки, да. Как минимум с этого начнем. Ну, и в целом я бы выбрала более модный вариант куртки. И не стала бы так поднимать ворот. Есть ощущение, что это немножко взрослит. И как будто это с 2015 года. Смотрите, какие у вас красивые плечи. Фигура шикарная, но ее не видно вот в этой одежде. И я бы чуть-чуть посовременнее обувь бы выбрала. Я понимаю, что для складов это классно и удобно. Но это больше для спортзала, а для повседневной жизни, даже для casual варианта, для casual образа, мы чуть-чуть поменяем обувь. Ну, и я хочу вас еще показать такую strong lady. Ну, вы такая. Чуть-чуть дерзости добавим. И спорт тоже, кстати, про вас. Хорошо. Ну что, погнали? Погнали. Вот сейчас не переключайтесь. Дальше будет бомбическое преображение. Вы сами не поверите своим глазам. Но, поверьте, вот так круто, как сейчас будет, вы тоже можете выглядеть, если запишетесь на консультацию к стилистам бренда Ксении Князева. Консультация бесплатная, информация под постом и в закрепленном комментарии. Целую, обнимаю, смотрим дальше, девочки. Кое-что я уже подготовила. Пока это не супер-стронг, но я постепенно вас буду выводить из привычного и посмотрим, что у нас получится. Давайте начнем с вот этого платья, аналоговое, только чуть-чуть другой длины и посмотрим разницу, правда? Вот смотрите, длину увеличили и уже более стройные все места. У вас очень все стройные, но правильно пропорции распределены, потому что другая длина. И сейчас, смотрите, что хочется. Так как здесь мало черного цвета, а здесь много, получается, что акцент на попу больше. Такое ощущение, что вот здесь больше, а тут меньше. За счет того, что вот здесь короткое плечо. Это красиво на самом деле, ничего у вас не критично, все хорошо. Просто я должна вам показать баланс. Для баланса добавляем плеча сюда, и я покажу вам правильную длину до талии, которая не акцентирует бедра. Вот, видите? Раз, и все. Здесь мы прям можем даже оставить вертикаль цвета. И хочется еще, возможно, добавить чуть-чуть прям аксессуаров. Может, только очки черные. Больше ничего не нужно, потому что у вас свой обвес очень красивый. Есть. Очки есть. Да, очки есть. Покажите, какие у вас с тобой. Давайте. Отличные. Прям классные очки. Да вы модель просто. Давайте попробуем такие более дерзкие. И выберем, какие. Очки совсем другие. Те были хорошо, но это классика. А это такой более дерзкий стиль. И вам хорошо. Сереги оставим? Оставляем. Ничего больше не трогаем. Я вам даю какую-нибудь сумку. Вы даже свою можете взять. Ваша сумка здесь отлично. Да. Дает оттенок зеленый, не очень по цвету. Специально пока не даю вам ничего такого, что... Хорошо, что у меня руки большие, кисти, хоп, можно закрыть любую, любую, не ту деталь. Ну вот, все, закрыли где-то, пригодились. Ну классно, да? Так, мне сюда хочется, как будто бы... Я хочу кое-что попробовать, померить. Как фифти-сента сейчас вам... Мы возьмем с вами вот эти шары. Ну ничего пока не страшно, нормально. Очень необычно. Я думаю позвать ее на лукбук осенней коллекции. Мне кажется, она слишком уж прям роскошная. И при этом... При этом очень скромно одета. Ну то есть с такой внешностью яркой, с такой шикарной фигурой можно просто смокошибательно выглядеть в одежде, в другой. Мне вот хочется ей это показать. И это сейчас не первый образ. И еще, да, ей идет стейтмен такой стиль, когда все строгое, четкое плечо, акцент на талию, черные оттенки на контрасте круто выглядят. Но я хочу ей показать и другие цвета, более расслабленные образы. Я сейчас это сделаю. То, что она говорит, я выхожу из черного, хотела выйти, но не выходит. Попробуем это сделать сейчас. Так, сейчас серьги поменяем чуть-чуть. Мы сейчас объединяем casual с более таким женственным вариантом, романтичным. Берем ту же самую сумку, которую мы и брали. Очки эти же. То есть оставляем такой немножко грубый, дерзкий стиль, но смягчаем его белыми цветами. Мы чуть-чуть выходим из черного, оставляем его только акцентами небольшими в портретной зоне, на талии, внизу и в руке, в районе колена или бедра, как будем носить. Полегче, полегче теперь? Класс. Сами бы так надели. Почему? Я бы не догадалась. Очень красиво. Ну, смотрите, есть и романтизм, но при этом не слащава, да, за счет вашей стрижки раз, за счет майки и лонга два. И очков три. Не слишком сладенько. Прям мне нравится. Вот этот баланс между женственностью и характером. Таким мужским чуть-чуть. А мы еще сейчас попробуем другие очки немного померить, как раз серым акцентом. И тут будет еще немножко цвета. Кайф. Ну что, как ощущения? Это просто бомба. Пушка, да? Да. Ракета. Пришла просто, подловила женщину, пристала к человеку и говорю, ну давай, давай переодену. Ну-ка, вот. И даже этот слой мы оставим. Стилист, который говорит человеку, не носи это, который носит и кайфует, это не профессионал, потому что профессионал всегда прислушивается к тому, как вам в этом жить, понимаете? То есть не я буду в этих вещах ходить, а вы. Да, чуть-чуть сместить. Вам в этом ходить. И если я вас буду как себя наряжать, это будет странно, как минимум. Мне хочется ремня сюда добавить. Просто он добавит нам структуры образу. Про черный, когда говорят женщинам, кто там 40+, что черный у лица, я сама так тоже многим говорю, но есть вопрос контрастности. Есть женщины, у которых средняя контрастность, и им черный, наоборот, очень здорово отражает, на контрасте работает, они ярче выглядят. Мы прикладывали белый цвет, и вы пропадали. На контрасте с черным очень красиво. И тут самое главное, это аксессуары у лица. У нас их достаточно, и даже если мы половину отсюда уберем, берем кап, уберем вот эту штуку, да, или одну из них оставим, уже будет достаточно для того, чтобы этот черный подсветить в портретной зоне. Потому что мы надеваем черный, и все. Не красим брови, не красим ресницы, не надеваем серьги, и никакого обвеса нет. И тогда этот черный действительно плохо влияет. Когда у нас есть обвес, и все додумано, вот тогда все ок, и черный красиво. Плюс есть возможность максимально его оттянуть от лица, это вырезать. Пожалуйста. Ну, роскошная. Просто гиво. Вариально крутая. Ну, еще попробуем сельский образ. Чуть-чуть упростим. Ну, это чистый эксперимент, потому что вы такая деловая, такая вся леди-босс. А мне хочется вас прям смягчить до такой нежной-нежной, романтичной. Просто интересно с вашим лицом, стрижкой, любовью к контрастам, к углам и черному увидеть вас в других мягких образах. На самом деле есть определенные стрижки, которые диктуют образ. И, ну, никуда от этого не денешься, но хочется стейтмен, хочется жакета, хочется талии, хочется контрастов, хочется грубости немножко, когда у вас мальчиковая стрижка модная. Я, кстати, сама задумываюсь о такой. Напишите в комментариях, как думаете, пойдет мне или нет. Может, тут есть специалисты среди вас, которые видят стрижку на лице человека. В общем, эта стрижка очень крутая. И с ней обязательно нужно использовать аксессуары. Когда у вас открыты уши, сам бог велел чего-нибудь на них накидать. Тем более, что сейчас есть кафы, ради которых не нужно прокалывать уши. Просто что-то нацепил, замиксовал металлы и кайфушечки. Вот, смотрите. Ну, роз, корботиков, иначе и не скажешь. Я вот думаю, это хоть чуть-чуть а-ля Рус сделать, чтобы прям не так было, не слишком было, что я только в стронг прям запихала в такой гранжевый стиль или слишком офисный, деловой. А хочется добавить романтизма, но дерзко. Ну, здесь не хватает для баланса плеча чего-нибудь. Поэтому я сейчас быстренько думаю, чтобы мы тут добавили и добавляем casual курточку. Но не без перепад-выпад верта в рукавах. Вот мне хочется, чтобы эта юбка была в пол. Тогда это будет супер. А так это в куцеватор. Давайте попробуем вот с этой, да? Я думаю, более прямая. Да, попрямее. Смотрим. Здесь у нас тоже есть белый цвет. Да, казалось бы, он может нам не идти. Но, во-первых, мы добавили контрастности за счет бижутерии и за счет очков. Очки надели, и уже все, лицо смотрится ярко. И нету все равно вот этого вот овала большого, как вам казалось, в том. Потому что здесь у нас вырез, раз. Во-вторых, вот эта вся история, и тоже V-образная она. Очень красиво все подсвечивает. Давайте теперь прям такой мальчиковый, хулиганский, с этой же юбкой. Только я вам даю другой лонг. Так, более хулиганский образ. Женственность сохраняем через аксессуары, через обувь. Вот, юбка вполне себе функциональная. Многослойность есть, тонкий лонг. И можно носить его и так, и вот так вот тоже, кстати. Вот мне так больше нравится. В этом есть такой налет какого-то 70-х, может быть, да? 70-80-х, да, 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 да. Наша молодость, такие классные американские фильмы. И мне это очень идет. Я бы никогда сама не додумалась это надеть. Мне нравится. Класс. И в этом есть бунтарский стиль, который, мне кажется, есть в вашем, Татьяна, характере. Спасибо большое. О-ля-ля, я знаю, знаю, знаю. Ну, мы должны попробовать, мы должны, обязаны. Значит, смотрите, как важна все-таки, как важна обувь. Вот мы убрали каблук, сделали плоский ход, успокоили это платье. Чем? Ремнем. Успокоили очками современными. Но они все равно чуть-чуть ретро. И сумка чуть-чуть ретро, но правильной формы, структурная. Все. А, между прочим, сетка в туфлях, это и спортивный элемент в том числе. Поэтому вот так идеально. И даже на шею я ничего не хочу добавлять. Прямо будет лишнее уже. А, кстати, как? Цветочечки, сердежки. Мне очень нравится. Это ваши рисунки. Да, это авторский принт наш. Мне очень нравится. И такая вещь, которую я тоже бы никогда не взяла. Вот так вот даже померить. Почему? Мне нравится работа стилистов. Ну, потому что, понимаете, ты привыкаешь к какой-то, так скажем, безопасной одежде. Если можно так выразиться. Безопасной, причем и для женщин, и для мужчин. Будучи замужем, будучи там матерью семейства или что-то. Ты, как бы даже если ты интересуешься вопросами мода, но вот эта безопасность очень важна. То есть где-то, может быть, ты ее недополучаешь, но безопасность в моде. И поэтому, да, ты какие-то очень смелые вещи. Например, как эти крупные золотые серьги или это великолепное платье. Я бы ее просто не взяла, ни одну, ни вторую вещь. Тем более, как так сочетать, тем более я сомневалась по поводу золота или теплых каких-то оттенков, да, которые есть в данном комплекте. Так что я приятно удивлена, мне нравится. Да, ну-ка пойдемте на проходку тогда. Снимай, отбирай, отбирай. Подождите. А как вы думаете, леопард это, наверное, на мне будет слишком тумач? Это слишком будет, да? Черную майку надевайте, борцовку. Леопард, ремень и черный жакет. Бомба будет. И кроссовки, кеды, вот максимально простые вещи внизу. То есть вам леопард нельзя пафосно носить как-то вот там, как помпезно. Его надо носить, как будто обычные джинсы или обычная юбка. Вот прям вот футболка, все простое. Вот один леопард крутой, а все остальное максимально простое должно быть. Как по ощущениям, было ли что-то новое, не пожалели ли, что я вас вытащила из резерв? Совершенно не пожалела. Это был прекрасно проведенный обеденный перерыв. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось то, что мы попробовали сна очень много нового. Очень много новых образов. И мне понравилось все. Ну, может быть, какие-то маленькие исключения, но мне к ним надо будет привыкнуть. Это какие просто интересно? Ну, может быть, какие-то такие немножко слишком длинные, слишком такие в складку юбочки. Может быть, это слишком женственные вещи или слишком такие кричащие. Но я буду хорошей ученицей. Да. Я вас благодарю за участие. Спасибо большое. Спасибо вам. Выберите себе подарок. Благодарю. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Напишите, пожалуйста, какой образ вам понравился больше всего. Как бы вы себя ощущали на месте той героини, которая была у меня на преображении. И какие темы вас тоже интересуют в рамках моего блога. Напишите, я раскрою, почитаю. И поймем мы с Юлей, нашим продюсером, что же еще вам такое предложить эдакое, чтобы просмотры были зашкаливающие. Целую, пока. Ваш Князьба.